Это не из ключевых проблем биобезопасности. Вот на такой ноте, позвольте представить, слово первому докладчику. Я бы хотел предложить вашему вниманию еще один аспект вопроса биобезопасности. Это, как сказали председатели, образовательная деятельность. В первую очередь, о чем говорили наши же коллеги, это контроль за биологическими исследованиями. Процедур, которые ясно и понятно и прозрачно позволяют оценивать организование в области биобезопасности. Это немаловажный аспект работы. The birds for course were the very last continent long distance migrants. The birds from eastern Siberia and far east over the region. The birds from different regions have active contacts overlapping of flywares. And they are built on in China, where the opportunities for conservation of their soldiers are especially high. Taking into account the activity of biologetic hour-break process in huge density of susceptible population. What would be the conditions for this world episode to transform itself into a pandemic? In other words, what would be the conditions for the virus to... В рецепторном сайте гемаглютининовируса, который должен поменяться от альфа-2.3, альфа-2.6. От скорости превращения высоко патогенных штабов. Большая вероятность того, что этот вирус будет передаваться в рецепторе... Ну да, бывает. Еще один вопрос. ...передомный участок стал особенно активен и патогенен. Вот как долго обычно длится период вот этого... Мы все знали о том, что птичий грипп – это вот такая специфическая болезнь Тихоокеанского побережья. В этом году она прорвалась в Европу, в Переднюю Азию. Можно ли назвать какие-то причины, почему это произошло именно сейчас, именно в прошлом и нынешнем году? Видимо, я плохо сделал свой доклад. Его мне надо, видимо, повторить. Вирус уже занят три континента. Всю Азию. Практически всю Европу. Я думаю, что это показывает трудности на этом вопросе и высокий интерес, конечно же, потому что это последняя ответа к вопросу, как импинентенна эта опасность. Что мы можем обсуждать, это очень... А дальше второе изобретение человечества – это мясо-постная мука – уже привели к тому, что при приеме решения вышли, не преодолели межбитовые борьбы. Так понятно, что, на самом деле, генетические основы происхождения биологических катастроф, они, на самом деле, сегодня как-то, так сказать, в основном имеют... То есть это важнейшая компонент понимания процесса в это раз. И это тот путь, по которому мы все-таки можем достигнуть определенных эффектов хотя бы на ближайшем прогнозировании. Ну и, наконец, ищи генетические. Ну, действительно, генетические уникальные явления, и наличие устойчивого природного резервуара делает этот вирус бессмертным. Но природный резервуар тоже имеет свои, так сказать, ограничения, свои параметры, и он тоже может быть понят с точки зрения закона фундаментальной молекулярной биологии. И домашней птицы, и дикой птицы, и человека. У нас эти межридовые границы как раз являются основной демографической причиной. Сегодня задать этот вопрос. На сегодняшний день ситуация с гриппом в северской стране на территории России. Может быть, количество птиц у вас есть в разу? Нет, птиц я... Нет, но институт гриппа является федеральным центром по гриппу, главным образом ориентированным на анализ эпидемиологической обстановки. И мы, так чтобы было понятно, и чтобы лишних вопросов мне не задавали, мы в основном ответственны за предоставление информации по заболеванию. И каждый вторник в госсамитет надзор мы даем большую свору. Мы слышим много вопросов, о многих уровнях, о безопасности и о безопасности планах. и биосеки, о безопасности, о безопасности примеру. Я не был способом полностью обеспечить обеспечивание. Пожалуйста, подождите, если вы не знаете специалисты на моем списке. У нас есть СМИ, которые так приводятся к контролю инфекционных заболеваний. В общем, особенно Сибирь и Дальний Восток, и о том, что происходит в безопасности детских заболеваний. Например, через иммуниважные программы. Я должен сказать, что Сибирь и Дальний Восток составляют больше двух четвертей территории Российской Федерации. И несмотря на то, что часть территории России не так сильно населена, как ее европейская часть, тем не менее, там очень часто происходят основные события в части возникающих инфекций. Во-первых, я должен напомнить, что вся эта вспышка началась в середине июля 1995 года с Новосибирской области. Позднее, тоже в июле, вспышки были отмечены в Омской, Челябинской, Курганской, Тюменской областях, Алтайском крае и Адыгее. Это все было летом и было уничтожено. И также приведены данные о локализации птицефабрики. Сказать, что этот случай не случай с домашней птицей, а случай с гиперптицей. И на него отступил область. И после этого она пошла дальше назад. 22 июля мы уже знали, что нейроминедаз здесь первая типа, поэтому урон для нее мог бы быть очень и очень большой. Вот на этом слайде приведена вся информация, которую мы передали губернатору и в Центр Санкт-Петнадзора. И эта информация практически в тот же день, но у нас каждого числа точно, она появилась на сайте Санкт-Петнадзора. Вот на этой карте изображена ситуация по эпизоотиям вируса грипптиц. H5-1-1 по типу, 15 октября 2005 года. Наш государственный научный центр прикладной микробиологии и биотехнологии, который располагается в Аполленске, в Московской области, начал свое новое существование, хотя у него большая история была до этого, с 1 января 2006 года, и у него существенно изменились задачи. Бактериальные инфекции в настоящее время приобрели вновь с большой актуальной в связи с тем, что антибиотики не выполнили основной своей функцией, которая на них возлагалась санация человечества от бактериальных инфекций. В тулеремии было несколько вспышек, лептоспироз, боррелиоз лайма достаточно серьезно себя проявил. Эспиралентности патогенных бактерий на генетическом и метаболическом уровне. ГАЗ представляет собой высоту специализированное учреждение, которое определяет возможность работы в центре биологических безопасностей. Кроме того, в материале, который в центре штампы, вся система, о которой вчера много говорили, которые работают и в 15-м научном центре. Это прежде всего показаны просто внимание на заражающие дозы, а на экспериментации и инфекции. У нас имеется большой панк антигенов и антител к ним, что позволяет в короткое время создавать новые препараты. А теперь я передаю ведение дальнейшей работы в надежные руки Александре Кимскому и Теренса Тейлора. Я не могу сказать, что это не возможно. Но, как я сказал, Но, как я уже говорил, я очень хотел бы поблагодарить очень активно, очень близко к тому, что мы проведем, Александр Гинзберг и herself. Для тех, кто нам помогли с драфтингом, в том числе Иван Диатлов, Джулияна Анамина. Но, тем не менее, я хочу поставить вот такой вопрос. Будет уже подготовлен документ с рекомендациями директора и директора по осмемке по всем проблемам, которые у нас было на совещании. Не является ли рациональной подготовка похожего документа отдельно для правительства РФ? Готовимы, результаты нашего совещания ни в коем мере не идут в разрез с теми документами, которые, по всей видимости, существуют. Совместные идеи с восьмерки по обеспечению безопасности своих хозяйственных продуктов, индустриальных продуктов питания. Наверное, мы хотим быть инклюзивными, а не эксклюзивными. Это очень сложно, чтобы обеспечить, в частности, что вы имеете в виду, что мы испытываем в России некое затруднение по части открытости сегодня. Ну и да, это не то, что вообще-то от receipt. Продолжение следует... Очень краткий вопрос. Где и как можно быстрее можно узнать о конечных результатах, то есть о том, какие предложения все-таки конечные результаты будут вынесены по итогу этой конференции? Она будет опубликована, я думаю, в первую очередь на сайте соответствующих организаций, в системе интернет. И будет ли она опубликована в журналах, я не исключаю, что в специализированных журналах, которые в частности уходят на русском языке, многие выступавшие являются членами этой коллегии, даже возглавляют многие специализированные издания. Скажите, пожалуйста, пришли ли специалисты к единому мнению? Возможно ли установление дефицита противовирусных препаратов в России? Я занимался подготовкой решения вместе с доктором Тейлором, решением нашей конференции, когда Дмитрий Гнистанчевич Львов, наверное, рассказывал в своем докладе о том, как этот вопрос решается. Но насколько наши усилия будут адекватны той ситуации, которая сложится, в данный момент, я думаю, что трудно прогнозировать, можно только строить, и они действительно существуют, математические модели, они такие существуют. Первое. Мониторим и разработка современных средств экспортные диагнозы. Спасибо. 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 Спасибо.